Анастасия Броскина, модель, художница, студентка, шестикратной чемпионкой по паралимпийскому конному спорту России, мама и жена, несмотря на ДЦП. Доклад, сегодняшнее выступление Анастасии называется «Жизнь с ДЦП». Здравствуйте, у меня детский территорийный паралич. Детский он потому, что появляется в связи с детским негативным фактором в период от внутриутробного и до двух лет. Ключевым словом является паралич. Это как шлан в мозгу, область умерших клеток, через которые не проходит или проходит помехами нервной гиблии. В зависимости от того, какие клетки монка поражены, в случае подразнообразной формы ДЦП встречаются как тяжелые формы с полным нарушением двигательных функций и потери интеллекта, так и легкие формы с легкими отклонениями двигательных функций. Мне приходится постоянно контролировать свое тело. Например, когда вы уходите, вы не думаете о том, как идти. Это происходит автоматически. У меня не так. Каждый шаг я контролирую свои ноги, чтобы не косолатись. Сознательно наступаю на левую ногу, потому что левая нога у меня слабее и ленится. Если я хочу что-то делать левой рукой, то у меня больших училий воли приходится несколько раз повторять мысленные команды руке. Мне приходится постоянно выполнять увлажнения. Если я этого не делаю, то мое движение ухудшается. Происходит это потому, что все лечение ДЦП сводится к тому, что заставить соседние нервные клетки мозга взять на себя функцию пораженных клеток. Они не хотят работать сверхурочно и забывают выработанные движения. Меня искусство научили ходить, привязывая мои ноги к ногам троса. Вырабатывали вертикализацию и равновесие с помощью трения. И лечение ДЦП – это очень изнурительный труд. Но основными, самыми деятельными являются самые болезненные процедуры. Это такие, как иглотерапия, когда он оставляет иголки в болевые точки. Мануальный массаж, когда справляет суставы. Электрофорез, когда опускает ток по мышцам. Из-за этого я начала говорить. Мне пустили ток, и я сразу зарычала. Моя мама всеми доступными способами меня лечила. Но я ей за это очень благодарна. Но всё могло быть иначе. Если бы моя мама не поняла на то, что была предупреждена, находилась под наблюдением. И её уже готовили к родам. За пару дней до намеченных сроков она решила уехать в Тверской области. Я начала таскать тяжести. И родила меня за 20 минут. В условиях, где мне не могли оказать должную медицинскую помощь. Вам будет интересно знать, что ТЦД раздается у здоровых людей. Это не генетическое заболевание. И оно не передается по наследству. А является слепым воздействием внешних негативных факторов. Вовнутриутробный, родовой и послеродовой период до двух лет. А за этого никто не застрахован. И ежегодно в России 7000 детей ставится диагноз ДЦП. Я не буду сейчас перечислять все причины ДЦП, так как их более 400. Но я хотела бы пройти за основные причины ДЦП. Мне кажется, вам полезно будет знать это. Часто причиной ДЦП являются скрытые инфекции матери. Такие как заголовирусы, герпесы, токсиплазмозы и другие инфекции. Матери эти инфекции не страшны, но внутриутробны для ребенка в убийстве. Распространение таких проектов, как ЭКО и ИКСИ, увеличивает число предвременных многоклодных родов. Оба этих фактора находятся в группе риска ДЦП. Чем же страшен Резус-конфликт для наших детей? Давайте разберемся. Резус-конфликта следует остерегаться только женщинам с отрицательным Резус-фактором. Беременных Резус-положительным ребенком. Это если отец их ребенка Резус-положительным. Необходимо в течение беременности систематически давать анализы на антитела. Потому что если в кровь матери попадает чужеродная кровь плода, а это часто бывает при естественных родах, материнский организм начинает отторгать плод. В ее крови начинают образоваться антитела, которые действуют как снайперы, и отстреливают жене в наважные органы ребенка. Из-за чего происходит выработка так большое количество тактичного вещества билирубина, его большие концентрации поражают базальные ядра головного мозга, из-за чего происходит нарушение двигательных функций. Частью существует препарат антирезусный емулоглобулин, который не дает образовываться антитела. У меня ДТП из-за конфликта не по резус-фактуру, а по группе крови. Уссуществуют специальные таблицы сочетаемости крови и возможности конфликтов. У моей мамы первая группа крови, у папы четвертая. Это дает стопроцентный конфликт по группе крови. Принцип развития конфликта такой же, как и при резус-факторе конфликта, но это более редкое явление. Большинство специалистов называют основной причиной ДТП родовые травмы и кислородное голодание. Часто это происходит при стимуляции родов, стимулированной схватке более интенсивной и чрезмерной по архивии и продолжительности. При этом может травмироваться голова ребенка, а нарушение кровотока в плаценте приводит к кислородному голоданию. Сегодня рождение ребенка с ЦЦП никак не затрагивает акушеров, принимающих родов. Необходимо повысить ответственность врачей за состояние ребенка. Сейчас не применяются в ранней диагностике такие методы диагностики, как томография головного мозга, которая сразу позволяет определить повреждения мозга у ребенка. А двигательные нарушения становятся явными в году и позже, когда ребенок не начинает ходить и не сидит. Как же справиться с этой проблемой? Необходимо, чтобы показания стимуляции родов были четко обоснованы и зарегистрированы врачом, а за средствами для стимуляции родов делся четкий учет. Необходимо обязать врача акушера информировать роженицу и предоставить ей право выбора между стимуляцией родов и кесаревым течением, потому что у детей, роденных своевременным кесаревым течением, практически не встречается ДТП. Кесаревое течение имеет риск для жизни матери, как операция, но позволяет ребенку не получить родовой травмы. Вот почему стоит тщательно и заранее выбрать врача и роддом, у которого вы собираетесь рожать. Я, когда была длевина, объедила несколько роддомов и поговорила с многими врачами, и это позволило мне делать правильные выборы для моего ребенка. Также после ранения существуют инциденты, когда ребенка сравмируют при анимации. При опросе я получила случай, когда маму выписали из роддома, а ребенка беляли в реанимацию. У малыша выскочила трубка катетера и началось кислородное голодание. Медики обнаружили это спустя несколько часов. В итоге у ребенка тяжелейшее ДТП, а наказать врачей, не уследившись за ребенком, невозможно. Еще одна частая причина ДТП – это прививки. Прививки особенно опасны для недоношенных, ослабленных детей. Таким детям обязаны отсрочить прививки на 2-3 года, потому что их организм зачастую не готов справиться с вакциной. Прививки ставятся в роддомах, детсадах, школах без предварительного анализа. И основанием к прививке является согласие родителей, а не результат анализов и показания врачей. Обязательное обследование перед вакцинацией могло бы существенно сменить вред прививок. Нельзя не отметить, что все факторы риска и причины ДТП не являются абсолютными. Их действия возможно предотвратить или минимализировать их вредное воздействие. Также я могу сказать, что в большинстве случаев ДТП наблюдается не одна причина, а совокупность причин. Я свято верю, что предупреден значит вооружен. Я по собственному опыту это осознала. У меня, у моей дочки также могло быть ДТП. Это несовместимо с порядок фактором. Но я знала, как это предотвратить, и это позволило мне своевременно принять меры. Заранее заказать антирезусный иммуноглобулин, которого в клинике не было. И шел он три месяца. В дальнейшем мне сделали инъекцию, и у меня родилась здоровая дочь. Я очень надеюсь, что после моего выступления у вас возникнет желание узнать о причинах этого подробования. Если это кого-то убережет от инвалидности, я буду просто сейчас. Мы много видим различных кликов о помощи людям в ДТП. Их тут и душечипательные истории в СМИ. Но мы не знаем о причинах, и как защититься от этого. Наши дети раздаются один раз, а дети с ДТП могли бы быть здоровы. Если бы медики и мамы были более внимательны и ответственны. Это судьба, случай, и от этого никто не застрахован и никто не виноват. Ответьте честно, никто или я. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ